Короче, я не знаю, как это произошло. Колесо хуй знает где. Собственно, вот. Так, как это могло произойти? Блядь, если я так буду записывать выпуск, это, конечно, трэш. Короче, ребят, вот, наконец-то, тот самый выпуск, где я проебала колесо на ходу. Восстановимся события, смотрим. И теперь мы начнём мой день с самого начала. Короче. Настало ваше время. Короче, ребят, сейчас буду переобуваться, и нужно это делать очень-очень быстро, потому что айфон на морозе замёрзнет. Забыла сказать. Поехали! На этом моменте я начинаю переобуваться. Это есть в инстаграме. Но теперь здесь прошу внимательно посмотреть, как я закручиваю то самое левое переднее колесо, ребят. Достаточно ли сильно я закрутила колесо? Этот момент я до сих пор прокручиваю в голове. Нужно было, наверное, прыгать на баллоннике. Я думаю, так. Кстати, вы помните тот самый стук? Это полуось. Это по-любому задняя, опять же, левая полуось. Мне кажется, её нужно менять. Ну вот смотрите, что получилось, когда я скинула летние штампы и поставила литьё. Потому что именно отсюда идёт стук. Как вы видите, вон масляные подтёки на колесе. Непонятно, что же там происходит. Понятно одно. Есть стук. Периодичность такой, что как колесо чем быстрее вертится, тем быстрее этот стук. Хотя бы увидим, что там на барабане. Так, ну, собственно, что мы видим? О том, что нужно менять эту самую полуось. Да, я думаю, уже целый месяц. Буду брать новую. Но об этом позже. Об этом не сейчас. Я очень рада, что у меня есть зимняя резина. И что теперь я буду ездить без проблем. Спасибо всем, ребят. Смотрите, как круто. Мне нравится, что она высокая. Я не хочу её занижать. У меня один единственный вопрос. Неужели всё-таки я настолько хуёво прикрутила это колесо? Просто. Ребят, если честно, красный центр я изначально не хотела оставлять. Просто так случилось, что сегодня на улице уже минус пять. Днём ночью будет минус четырнадцать. Не хочу рисковать целостностью кузова синего дракона. И до этого сегодня уже поставила зимнюю резину. И эти, собственно, диски. Чуть попозже обязательно... Извините за мою речь. Чуть попозже я обещаю снести красный и сделать что-нибудь красивое. То, что действительно подойдёт синему дракону. И, собственно, по традиции, хорошей зимы всем. Ни столба, ни жезла. И вот на этой замечательной ноте я уезжаю. Куда? Вы увидите. Именно куда же ехать, когда ты переобулся? Конечно же, на парковку магнита, чтобы немножечко повалить бачком. Ребят, я сейчас... Не нужно мне присваивать номинации Дрифтер года. Я просто потихонечку катнулась на парковке, чтобы почувствовать. Я не старалась выполнить никаких финтов, закрутов, там, 360 и тому подобное, да? Нет, я просто хотела вот повилять, понимаете? И всё. То есть без претензий. Обязательно Дрифт нормальный и красивый будет чуть позже. А пока так. А вот после такого стука нужно было однозначно останавливаться. Но если честно, до работы остаётся буквально минут 5-7. И я решаю всё-таки доехать до рабочего места. Ну и вот тот самый момент Х, когда просто у меня падает машина, колесо укатывается вдаль. Я это всё вижу, у меня паника, истерика. И сразу я понимала, что это, в принципе, моя вина. И что делать? Нужно искать колесо, нужно выходить из этой ситуации, не стоять, не плакать, а бежать. Короче, я не знаю, как это произошло. Все колёса я затягивала. На видео всё есть. Видео подтверждение того, что я затягивала колёса. По факту колесо хуй знает где. Слава богу, никого не ранили. Собственно, вот. Так, как это могло произойти? Я хуй уже знаю. Теперь мы это всё закрываем в хозяйство. Ищем колесо. Так, ключи со мной. Пошла я искать, короче, колесо. Понимаете, да? Что с задним, хуй пойми. Но это то, что переднее провалилось, я так думаю. Подозреваю. Всё как-то наперекосяк. Пойду искать колесо. Главное, найти сейчас колесо. Я уже вижу, что рядом с моей машиной кто-то остановился. Наверное, хотят помочь. Кстати, вот, что я нашла. Мне бы, блядь, колесо найти. Кто-то первая хуй знает где. Господи. Где же, блядь, оно? Ебучее колесо. Телефон вот-вот умрёт. Если чё, буду повесовывать потом вам. Где же, блядь, это ебучее колесо, сука? А вы там не видели колесо? Колесо не видели там нигде? Что? Балты у меня старые есть. Нет, у меня нет посмотра. А? Так, у меня нет посмотра. А, ну, куда-то туда укатилось. Ребята на УАЗике остановились. Тоже решили помочь. Я попросила у них поискать колесо. Бля. Куда она укатилась, хуй его знает. Если чё, вон там шиномонтажка. В этой самой шиномонтажке можно было взять домкрат большой. Не тот, который у меня, в принципе. И поднять автомобиль. Чуть дальше находился ещё магазинчик автозапчастей. Это, кстати, тот самый магазин, где я купила в 9 часов вечера или там в 8 часов вечера. Очень поздно было. Болты на литьё. Вот, получается, как отсюда пошло, так и приехала. Если вспомнить тот самый дикий скрежет, это был, конечно, какой-то полный пиздец. У кого укатывалось колесо, они знают. Я потом ещё дня два ездила 40 км в час, если честно. Потому что было всё ещё страшно. И тот страх, что у тебя колесо опять укатится, он присутствует. Первым делом я позвонила маме, папе. Папа обматерил меня. Мама ко мне приехала скорее. И вот, кстати говоря, съёмка с её телефона. Кстати, у этих самых ребят был домкрат. Длинным-длинным, таким, похожим на лом устройство. Я не знаю, как назвать это сейчас правильно. Короче, не важно. Важно то, что они остановились. И, кстати, именно они нашли колесо. И, кстати, то самое колесо, которое от меня уехало на ходу, вы его заметили в ролике? Вот я, например, пересматривая свой видеоролик, то, что я снимала, как я бегала туда-сюда, искала, я увидела это колесо. А вы заметили? Если нет, напишите в комментариях, если вы заметите. Точно доломаю этот телефон сегодня. А зачем вы остановились? Просто. Просто помочь? Да, а что? Ой, два года назад здесь движок стуканул. Прям вот на этом месте. Вот прям здесь. Я здесь, я здесь каждый день, ну, мне на работу отсюда ехать. Вот, поиндустриально ехать. Здесь не надо ехать. Благо, никого не убило это колесо, а? Ну, кого убьется? Ну, я не знаю, а бампер, а какую-нибудь машину. Там джип впереди ехал, он так искусно его объехал. Маму хоть объехал. Это точно. А? Диск переменять надо. Какой? Ага, ладно. Сейчас будет орать нормально. Кто пусть орет? Неужели я не закрутила? Все возможно. Да как уж так. Да ладно. Дороги такие еще. И вроде все хорошо. И колесо нашли, и закрутили его, и все нормально, но нет. Нет. Теперь история такая. Там мы стояли, и вот сюда все ехали. Колесо не крутится. Ребята все так же помогают. Да не знаю, нахуй им это надо. Спасибо им. Дело в том, что колесо перестало крутиться. Ребята, я получается трогаюсь, и не могу поехать. Ребята подумали, что я застряла. Вышли из машины, давай меня толкать, там что-то пытаться сделать. Но нет. Нет. У тебя тоньше тверка есть? Вот это. Давай ехать. Вы заметили, что мы проставку не поставили? Нет? Вот и мы не заметили. Все. В этот момент мы едем в тот самый магазин, где я 2-3 дня назад покупала болты, да. И там спрашиваем проставку. Проставку, получается, сняли с машины, с другой. Спасибо большое этому магазину. Нужно зайти, извиниться за свое поведение, потому что я была очень на эмоциях. Была недовольна и возмущена, что вот, типа, я думала, что это болты виноваты на самом-то деле. Что литье у меня ушло, точнее, что колесо от меня укатилось, вот. Короче, все, съездили за проставкой, поставили и... Внимание! Happy End, да. Вот и сделала машина. Наконец-то я поехала. И, кстати говоря, я очень сильно замерзла. Очень сильно. Было, было прям... И, знаете, морально так очень было гадко на душе, то, что... Вроде всю жизнь этим занимаешься, да. Который раз уже переобуваешься сама. И вот этот вот момент, он просто выбил меня из колеи. И я помню, я сидела у мамы, очень сильно ревела, плакала. И у меня прям случилась, мне кажется, мини-истерика. Меня прям мама схватила. Я такая, дочь, ты че, ты че, перестань плакать. Она у меня всегда умела меня поддержать, на самом деле. Я как разрыдалась. У меня еще пальцы очень сильно онемели от холода. Я прям так разрыдалась. Я говорю, мама, я не чувствую пальцев. Это вот сейчас очень смешно и весело это все вспоминать. Она такая, да нет. Я говорю, мам, у меня ничего не получается. Она такая, ты что, Альбина, у тебя получается? Смотри, у тебя такая аудитория, все свои, все свое. Ты чего, Альбина, у тебя 12 тысяч тебя смотрят. Я говорю, мам, ну я же, говорю, ошиблась. Я была не права. Это я плохо закрутила колесо. И вот к чему это все привело. Мне жалко машину, мне жалко время. И вообще спасибо большое ребятам, что они остановились. Спасибо маме, что она приехала. Спасибо вам, что вы меня поддерживаете. И я нормально отнесусь к хейту. Да, это я виновата. Я считаю сейчас это так, что я плохо закрутила колесо. Просто когда я переобувалась на лето, со штампов на штампы, я там прыгала на баллонники, и мне многие делали смечание, зачем ты прыгаешь? А тут вот на литье, конечно, нужно было именно прыгать на баллонники, конкретно затягивать. Ну что, как говорится, на ошибках учимся. Надеюсь, вам было приятно посмотреть этот выпуск. Ставьте лайк. Спасибо большое. У меня вот совсем недавно прошлое видео набралось целую тысячу просмотров. И здесь я поняла, мне нужно заниматься ютубом. Спасибо большое всем за просмотр. Пальчики вверх. И спасибо за интерес. Всем peace, ребят. Всем просто бомбического настроения. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok